Уже за час до открытия главной елки на площади начали собираться сотни брещан. Конечно, самыми главными зрителями стали дети, которые заняли первые ряды. Но и взрослые не скрывали, веру в чудо и ощущения праздника они с годами не потеряли. Поэтому такие чудесные городские мероприятия стараются не пропускать. Кстати, среди зрителей оказалось и много гостей, которые специально приехали из соседних стран увидеть, как зажжет свои огни волшебная главная елка. Ожидание всегда, наверное, какое-то чудо, что произошло. Во-первых, чтобы концерт хороший получился у детей. Ну, представление хочется увидеть. Елка в этом году обрела новый вид, это заметно лучше, хуже, чем в прошлом. Ну, по-моему, лучше. Чем? Ну, чем? Тем, что экраны поставились, иллюминация такая красивая. Вот, этим вот, наверное, лучше. Чем уникальна елка в этом году для вас? Ну, мы приехали из Украины в прошлом году или раньше мы не видели. Сегодня нам понравилось. А по сравнению с украинскими елками лучше? Нет, на уровне. Ну, как бы и самими ребенку тоже интересно посмотреть. Какие ожидания? Ну, в прошлом году маленький был, поэтому не совсем понимал, и сейчас уже и погода вроде ничего. Ну, концерт посмотреть, любим такие мероприятия. С первых минут праздничной программы настроение создавали творческие детские коллективы города. Ребята настраивали на волшебную атмосферу из далекого детства и согревали душевными песнями. Безусловно, и взрослых, и детей поразил мультяшный робот-трансформер, который спас Снегурочку и доставил ее на праздник. Встречали и провожали супергероя под бурные овации. Не обделили вниманием и спортивных супергероев Бреста. Футбольный клуб «Динамо», который в этом тысячелетнем году стал чемпионом Беларуси. В честь победителя – бриллиант в виде мяча на макушке. Потому ни для кого не стало удивлением выступление группы поддержки команды и появление на главной площади динамовской атрибутики. Новогодние огни на елке зажгли мэр города Александр Рогачук, а также самый преданный болельщик Брестского «Динамо» – семилетний Никита Полуянов, который не пропустил ни одного матча. К ним присоединилась и легенда футбольного клуба «Роман Василюк». Если мы хотим сделать наш город узнаваемым, мы должны сделать его особенным. Поэтому надо везде экспериментировать, надо везде искать новые подходы. В этом году у нас что-то получилось, дай Бог понравится. Не получится в этом году, в следующем году сделаем. Поэтому были бы хорошие поводы, были бы хорошие символы празднования Нового года. В этом году это тысячелетие, это наши победы. Ну и в том числе, конечно, футболе. Как отметил председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук, все лучшее из 2019-го мы должны перенести в следующий 2020 год. В следующий год мы должны забрать энтузиазм брещан. Осознание, что они живут в лучшем городе. Осознание того, что город меняется на глазах и меняется в лучшую сторону. Я уверен, что и в следующем году у нас все получится. Наконец, главная елка города засияла разноцветными огоньками. А это значит, что до прихода Нового года осталось совсем немного. И уже через неделю, ночью с 31 на 1, люди будут водить вокруг этой зеленой красавицы пароводы, загадывать желания и радоваться приходу нового 2020 года. Мирослава Коваленко, Павел Малошонок, телекомпания БУК-ТВ.